Как вы относитесь к Борису Ельцину спустя вот годы? Ну сейчас, наверное, никак уже. Он вот хороший был политик, плохой, президент. Средний? Средний, да? Да. Не знаю, когда он был, я была совсем маленькая. А вот спустя годы сейчас он какой, хороший был президент, плохой? Плохой. А вы его считаете плохой, да? Я не могу сказать. Я жила, когда мне было там 10 лет, как я могу сказать. Ну, смотря брать, какой момент, конечно, сейчас отношения негативные, но нужно рассматривать каждый индивидуальный случай. Вот, допустим, если касаться ввод войск на территории Чеченской Республики, то категорически негативно, если же брать момент, допустим, федерализации или некоторых моментов, демократизации России, то, конечно, есть положительные моменты. Но у меня такой четкой позиции нет. Я смотря, допустим, какой момент брать. Отрицательно, резко. Почему? Вот двух словах. Ну, потому что я не считаю, что все вот эти либеральные реформы, которые были при нем совершены, они принесли, мне кажется, больше отрицательных все-таки моментов в современную Россию, нежели положительных. Безусловно, есть какие-то положительные моменты, но отрицательно гораздо больше. Ну, как я могу к нему относиться? Он хороший был, политик, президент или плохой? Лично не встречался, так. Ну, они все одинаковы, собственно. Борису Ельцину? Ну, в целом, наверное, о человеке нельзя судить интегрально, однозначно, но в целом, скорее, положительно. Спокойно. Это достаточно забавное, интересное воспоминание. Нем словом, не скажешь. Вопрос сложный. Борис Ельцин, ну, имел долгую биографию. Был и членом политбюро КПСС. И, в общем, человек оказался в реформе не на своем месте, случайно. Хотя, конечно, человек смелый, благодаря своей смелости и авантюризму, оказался лидером, вот, вроде бы, перестроечного или постперестроечного новорусского процесса. Можно сказать, что его использовали определенные круги и слои, не по назначению. Человек психологически, в общем-то, авторитарный лидер, вроде как, по должности оказался, ну, лидером демократического процесса. Тут явный, как бы, это самое, когнитивный диссонанс. Никак. Хорошо или плохо? Никак. Я не отношусь козелам. А то, что он нам Путина оставил, это хорошо или плохо? Не знаю, это, наверное, не совсем к Борису Ельцину, но, наверное, к Путину больше. Он же его преемник, это он нам его подкинул. Да. Ну, наверное, все-таки оценивать нужно сейчас не Бориса Ельцина, а Путина. Ну, вот, все-таки, Ельцин, это хороший поступок, вот, что он нам оставил Путина, или это... Ну, наверное, все-таки про Россию, но так, это очень харизматично для России, да, что так делается сейчас. Против Путина ничего не имею точно. Конечно, может, вопрос и обычный, но никогда не задумывался над этим, честно. Ну, вот сейчас уже можно вывод сделать, да, вот это был правильный поступок или нет, или он ошибся? Правильный, неправильный, да, все-таки Владимир Владимирович Путин был некоторое время исполняющим обязанности президента, но все-таки его избрал народ. Были выборы, так что, как в качестве преемника, так получилось, если он назначил премьер-министра, то было бы ему видней. Ну, это такой вопрос не двухминутный, мне кажется. Ошибся он? Нет, я считаю, что не ошибся. Но надо разделять внутреннюю политику и внешнюю, мне кажется. Да, нормально. Неплохо, да? Неплохо. Спустя много лет, тоже трудно сказать, тогда это было, наверное, хорошо, сейчас не знаю. На сегодняшний день, может быть, и неплохо, потому что другого варианта я пока не вижу. Ну, кого-то надо оставить. Я не берусь сейчас оценивать. Можно оценить, уже 17 лет. Ну, сложно сказать, что значит оставил. Он же не мог предугадывать весь цикл того, что происходит, правильно? Ну, он вот ошибся или нет? Я считаю, что невозможно оценивать это решение как ошибку или как не ошибку. Для меня плохо. Я за Путина ни разу не голосовал. Нам сразу было, ну, нам, у нас в семье, например, сразу было понятно, что это за фрукт. Скажите, вот кооперативы конца 80-х и начала 90-х, они качественные продукты производили? Не могу сказать, потому что я не стоял в этих кооперативах. Ну, а так вот вы потребителям не были по сравнению с тем? Ну, в основном, я в это время служил в вооруженных силах, и нам кооперативная продукция не выступала. Нет, конечно. Хуже, да, чем вот сейчас? Хуже, конечно. Не знаю, не могу ничего ответить на этот вопрос. Я не знаю, я сам-то на свет появился в 92-м году, так что не могу рассказать. Маму или там родители ничего об этом мне не говорили. Что вы имеете в виду, например? Ну, у нас же не сразу вот из-за границы все сюда повалило. Вначале кооперативы тут появились, и они такие, ну, подделки, по сути, делали. Вот, не знаю, помните вы или нет, но, по-вашему, это были качественные товары? С трудом я что-то такое помню, не могу точно сказать. В 80-х, 90-х, ну, не хуже, чем сейчас, по крайней мере, были. Кооперативы в 90-е годы, ну, они, в общем-то, больше занимались купи-продаем. Покупали и продавали в другом месте. Производственная часть была, по-моему, я... Придите, пример, что там тогда проводил. Ну, вот в 80-е, когда еще не хлынули сюда товары, то подделки-то в основном тут свои были. Подделки свои? Ну, подождите, в 80-е кооперативы начались, по-моему, это был год уже под 90-е, 88-е, наверное, где-то вот так, да? Вот, где-то так. Были качественными вот эти товары, продукты? Ну, в основном это мелочевка всякая была. Вы знаете, с сегодняшней точки зрения, конечно же, можно сказать, что нет, но тогда это был какой-то лучик света в царстве вот такого советского, ну, даже не только дефицита, но такого однообразия. И вспоминается, что коммерческие палатки, это был, знаете, как вокруг смеха такой склад, где есть все. Там были продукты, и одеколоны, и какие-то сладости, и одежда. В общем, короче говоря, на трех квадратных метрах можно было удовлетворить любые пожелания. Поэтому вот это осталось в памяти, что не было профилизации, не было супермаркетов, не было каких-то таких магазинов, но и люди были абсолютно доверчивыми. То есть, в общем, верили к тому, что написано Париж, значит, это Париж, написано Нью-Йорк, значит, это Нью-Йорк. Сейчас это воспринимается, конечно, очень смешно. Но тогда это был такой, для того периода, наверное, нормальный переходный момент. — Вы имеете в виду жилищные кооперативы? Или которые продукты производили? — Ну, продукты, товары всякие вот. — На фоне остальных продуктов были более-менее качественные. — Слушайте, я не могу сказать, потому что я уже не помню той продукции, которая была, именно вот кооперативов. — Всякая мелочь была в конце 80-х, она же не привозная была, а здесь ее делали. — Ну вот, к сожалению, нет, не могу. — Нет, и вообще, я помню, что, да, был период, когда мои знакомые шили сумки. Но я не могу сказать, что они были более качественные. — Во всяком случае, это был нормальный как раз вот здоровый процесс становления новой рыночной экономики. Примерно по китайскому варианту. Значит, вот это как раз, ну, Гайдар-Чубаевский процесс, это прервало здоровое становление экономики. После чего пошло нездоровое, а можно сказать, как его сейчас называют, жуликов и воров.